Тема благоустройства города волнует многих. Активную позицию в решении этого вопроса занимает Совет общественности. Василий Курганов вышел с предложением создать комиссию по благоустройству и обратиться к предпринимателям города, чтобы они позаботились о территориях, прилегающих к их магазинам и предприятиям. Нам надо город в первую очередь благоустроить, чтобы он был чистый и благоустроенный. Ведь сейчас очень легко, мне кажется, может быть я не прав, ведь за каждым домом, за каждым учреждением вся земля закреплена. В свою очередь работники муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз» помимо уборки улиц и вывоза снега продолжают высыпать дорожные ямы и очищать паводковые посты. Вопрос у нас про паводковый ход, ямочный ремонт и вывоз, выращивание снега. По паводку получено 28 сообщений с МЧС, граждан по всем выезжали, работали, пока проблем наших нет. В том плане по ямочному ремонту тоже положено 7 тысяч кирпичей кондиционных ям практически много в городе, но по всем аварийным местам ездим, работаем, поработаем в Пензенскую, Правду, Линскую, Кирову. Вот и так были подписаны горе, пока по определенным возможностям работы идет. Ну и вопросы по вывозу, порошению снега в тех местах теневых сейчас вывозим. Глава администрации Сергей Козин заострил внимание на состоянии городских дорог. Прежде всего нужно проверить те улицы, где ремонт был проведен летом, так как именно на эти участки пока еще действует гарантия. А затем сделать оценку всех городских маршрутов и уже сейчас начать подсчет средств, которые необходимо затратить на ремонт автодорожного полотна. Трехлетние заговора, трехлетние давности и последующие поднимаем, где ремонт провели. И в оперативном порядке этих подрядчиков поднимаем. У РАК-Файдич есть информация, где ухабы, где выгнены, где ям. А по сути дела на каждой дороге. Весна обнажает не только ямы и мусор, но и замерзшие и сбитые машинами трупы животных. Их утилизацией занимается Зеленый город. За прошедшую неделю работники этой организации убрали с дорог и тротуаров города 51 труп животных. Сейчас рассматривается вопрос о строительстве вольера для бездомных собак. На отлов и содержание брошенных животных выделяется около трех миллионов рублей. Есть деньги и можем в другие районы еще взять деньги, в ближайшие. Все эти районы забрали. Два человека нам больше не нужно. И вот эта будка газона. И вперед. Поехали. Три района забрали еще. Три дня там работают. Четыре дня в Кузнец. Напрямую с благоустройством города связан отдел архитектуры и градостроительства. Правда, глава администрации высказал в адрес начальника отдела ряд критических замечаний по оформлению бумаг на разрешение строительства. Давайте прекращать это баловство. И отсюда все идет. Архитектуры нет. Мы тут что-то распинаемся. Как-то хотим в рамках закона благоустроить торговые центры, дома и город в целом. А не знаем как. Этот предприниматель, раз он так вот без разрешения все построил, он должен к вам прийти, я извиняюсь. А вы убеждаетесь о том, вы с ним сделать ничего не можете. Благоустройством города должны заниматься не только чиновники и коммунальные службы, но и все граждане. Руководители управляющих компаний уже ведут подготовительные мероприятия по уборке детских площадок и покраске каруселей, лавочек и горок. Продолжение следует... Продолжение следует...